браунинг каунтер-страйк складной нож посмотрим на нож который стоит 5 долларов в интернете на самом деле дизайн ножа естественно китайцы взяли уже готовый у фирмы magnum на самом деле не самый дорогой нож ну китайцы сделали его еще дешевле вот если мы посмотрим на каталог фирмы бокер увидим вот нож под названием forester 24.95 евро его цена на ebay вот такой вот китайский клон стоит 5 долларов и на самом деле я практически уверен что он ничем не уступает этому магнуму теперь пройдемся более детально по самому ножу деревянные вставки на рукоятке очень приятный на ощупь сам корпус ножа алюминиевый покрыт матовой черной краской тоже очень приятный на ощупь с другой стороны точно такая же вставка клипс ручка очень удобная очень хорошо сидит в руке довольно крупная выемки для пальцев в общем мы на самом деле magnum подумали об этом мы уже заранее китайцы просто взяли дизайн поэтому все что будет хорошего или плохого в этом ножи то же самое на самом деле хорошее плохое на же forester от бокер вес у ножа примерно 150 грамм довольно тяжелый так как этот нож с натяжкой можно назвать тактическим больше нож для каждодневного использования это немного тяжеловатый вес для такого ножа так ручка очень удобно как я уже сказал есть отверстие для шнурка кому это надо клипс с клипсом есть небольшая проблема проблема в том что здесь вот где заканчивается деревянная накладка есть небольшая ступенька если скажем засунуть его в карман джинсов или чего-то когда шов попадает здесь между этой накладкой и рукоятью то потом вытащить очень трудно она зацепляется за это дерево и практически невозможно это выдернуть быстро поэтому это скажем так минус и клипс естественно нельзя переставить ни в какое другое место только вот так как он сейчас максимум можно совсем его снять и ходить без него но тогда это тоже не очень удобно нож болтается в кармане переворачивается в общем клипс удобно носить и за поясом или там где нету каких-то маленьких швов которые могут вот тут под зацепиться это нужно знать так теперь вот здесь вот снизу есть очень хороший упор для указательного пальца никогда не соскочит но сверху совершенно гладкая поверхность никаких зазубрин ничего большой палец скользит и может при каком-то упоре может свободно слить по-настоящему скользкая поверхности полированная внутренние вставки из металла совершенно никак не тормозят палец лезвие нержавейка 440 как было написано у продавца нож очень хорошо заточен очень острый не надо было его точить ничего то есть это было очень приятно заточка обычная гладкие спуски довольно довольно стандартное лезвие опять же то есть было продумано фирмой magnum как обычный нож для каждодневной носки и что сделано хорошо вот этот вот вырезанный лазером олень очень приятная деталь так как не ожидал от китайцев по такой цене что они приложат какие-то усилия вырежут такую фигуру на на лезвие приятная деталь симпатичная теперь штифт для пальца очень массивный очень массивный двухсторонний палец очень хорошо упирается без малейших проблем нож был смазан когда пришел работает раскладывается довольно плавно без не цепляется ни за что единственное что этот нож абсолютно без никаких пружин без никакой помощи то есть открывается полностью полностью вручную даже вот этот вот рычажок то есть максимум куда можно вытащить и выбросить нож вот так вот наполовину требует определенной тренировки чтобы вы выбросить его полностью рычажком или штифтом одним пальцем но если очень не постараться потренироваться то в общем то это можно и к этому привыкнуть вот я выбрасываю рычажком вот не всегда это выходит вот можно и гвоздиком над столом это немного неудобно делать вот такой ножик посмотрим опять на рукоять задняя часть рукояти совершенно не закрыта то есть что очень удобно для очистки мы видим все все гвоздики пружину которая закрывает нож все выполнено очень и очень приятно очень так можно сказать даже добротно когда держишься за эту пружинку чувствуется сопротивление и и очень удобно вот это вот моменты Момент то, что оно загнуто вот так вбок. Пальцем очень удобно. Не трет ничего. Небольшая, небольшой минус. Ну, конечно, нож очень дешевый, поэтому этого не избежать. Немножко есть люфт вправо-влево. И вперед-назад тоже. На самом деле, если нож ударить, пружина очень слабо держит. Вот он складывается. Во время работы можно не бояться, так как пружина зажимается пальцем. И никогда не согнется. Если мы что-то стругаем или что-то делаем, то ничего не будет. Пружина никогда не соскочит. Но если как сама по себе, то она не держит. Вот он складывается, защелкнулся. Вот я даже рукой могу его сложить. Думаю, этот момент, конечно, на Бокер Магнум, такого, конечно, мы не увидим. Нож пришел в очень симпатичной коробочке такой. Браунинг. Естественно, это никакой не браунинг. Но коробочка выглядит очень внушающе. Можно даже поверить, что это реальный браунинг. Никаких инструкций, никаких ничего. Ни номера модели, ничего. Конечно, такого нет. Я проверил на сайте браунинг. У них никогда не было модели Counter-Strike. У них была модель, когда-то давно, Counter-Strike 2. Которую уже давным-давно не выпускают. И она отдаленно напоминает этот нож. Естественно, этот нож, точная копия ножа Boker Magnum Forrester. Но за 5 долларов, как я уже сказал, лучшего просто просить и невозможно. За 5 долларов очень хороший. Можно взять его в любой поход. Куда угодно он справится практически с любыми задачами. Потерять такой нож абсолютно не жалко. Он крепкий. Можно его точить. Можно его, в общем, не жалеть. Опять выбросим. Покажем, как. Хороший нож. Если будет желание, заходите на ebay. Поищите там. В общем, я остался доволен. Нечего было делать с 5 долларами. И вот появился такой ножичек. Называется Browning Counter-Strike. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...